Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола-евангелиста Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать и делать обзор второй главы этого послания. Здесь апостол Иоанн Богослов ободряет тех, кто согрешает по немощи. Об этом первый и второй стих. Показывает, в чем состоит истинное познание Бога и любовь к Нему. Об этом с третьего по шестой стих. Возобновляет заповедь о братолюбии. Это седьмого по одиннадцатый стих. Обращается к христианам разного возраста, духовного, разного возраста. Об этом с двенадцатого по четырнадцатый стих. Предостерегает против любви к миру. Об этом с пятнадцатого по семнадцатый стих. Против обольстителей, антихристов. Об этом с восемнадцатого по девятнадцатый стих. Объясняет безопасность положения истинных христиан. Об этом с двадцатого по двадцать седьмой стих. И советует пребывать во Христе. Итак, первая тема. Первый и второй стих. «Апостол ободряет тех, кто согрешает по немощи». И мы читаем «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Здесь мы видим, что он обращается к своим духовным чадам, которых он родил благорестованием своим, как их истинный духовный отец. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника». Ну, возникает вопрос, а почему Иоанн Богослов подчеркивает, что Иисус Христос праведник? Казалось бы, это и так очевидная истина. Это делается для того, чтобы указать тем слабым и немощным христианам, которые вдруг оступились в чём-то, что праведность Иисуса Христа есть общее богатство всех верующих в Него, как в Бога и Сына Божия, как во Второе лицо Святой Троицы. И тот, кто так относится к праведности Христа, он испытывает благоухание Христовой праведности. Есть такое выражение на страницах Нового Завета. Второй стих. Он есть умилостивление, умилостивление за грехи наши, то есть за грехи наши, то есть верующих, и не только за наши грехи Он, умилостивление, но и за грехи всего мира. Вот здесь некая такая тайна духовная, почему Христос есть умилостивление не только за грехи верующих, но и за грехи всего мира. Ответ очевиден, чтобы в день страшного суда ни один грешник не смог бы сказать, «Иисус, Ты не умер за меня». «Иисус, Ты не пролил Свою кровь за мои грехи». Именно тот факт, что Христос есть умилостивление за грехи не только у веровавших, которые идут путем спасения, но и за грехи не у веровавших, этот факт свидетельствует о серьезности того наказания, которое они могут получить в вечности. Ведь они не воспользовались тем, что для них было совершено во Христе и со Христом. Как в третьей книге Ездры сказано, «И увидят обители рая, которые были предназначены для них, но не войдут в них, пойдут мимо». Что значит «Христос есть умилостивление за грехи наши»? Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 5 стих, мы находим слова. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Почему здесь подчеркивается человеческий аспект Христа? Человек – Христос Иисус. Как пишет Иоанн Дамаскин, «на кресте страдало то, что может страдать, и на кресте умерло то, что может умереть». Его богочеловеческая жертва такова, что Он претерпел муки человеческие в такой полноте, что, взяв на Себя грехи всего мира, всех людей, Он ощутил богооставленность, когда восклицал, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня». То есть высота Его страданий – это Его человечество, а Его божество сообщило этой жертве универсальные возможности. Так как божество не ограничено ни временем, ни пространством, то Бога-человек Христос Иисус страдает и умирает за грехи всего мира, начиная от первого человека – Адама и кончая последним человеком, который будет жить на земле. Блаженный Августин пишет, «Сказав о том, что у нас есть ходатай к Отцу, Иисус Христос праведный, праведник, Иоанн ради тех, кто захочет отделиться и сказать, вот Христос здесь, вот там, и ограничить частью мира того, кто приобрел все и обладает всем, тут же добавил, и не только за наши грехи, но и всего мира». Что это значит, братья? «Воистину мы обрели ее в полях дубрав». Это Псалом 131, 7 стих. То есть истина находится не на каком-то одном древе, а в полях дубрав. То есть каждый народ, каждый этнос оказался причастным спасительной миссии Христа. «Обрели мы церковь во всех языческих народах. Смотри, Христос, умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и всего мира. Смотри, церковь Божию, ты увидишь по всему миру. Не ходи вслед за мнимыми оправдателями, истинными отсекателями. Будь на той горе, которая заполнила всю вселенную». Здесь отсылка к книге пророка Даниила, 2 глава, 35 стих. «Потому что Христос умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и всего мира, который Он приобрел Своей кровью». Здесь блаженный Августин бросает вызов тем христианам, которые замыкались на своих общинах и думали, что только их этническая группа, она участвует в домостроительстве Божьего спасения рода человеческого. Таковыми были многие из уверовавших во Христа из числа иудеев. И в наше время есть очень много русских православных христиан, которые считают, что весь духовный космос – это только русская православная церковь. И здесь, в России, решаются судьбы всего мира. Безумцы. 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 Нечто подобное вы можете услышать и в Болгарии, нечто подобное вы можете услышать в Румынии, нечто подобное вы можете услышать и в Греции. У меня был интересный такой случай, когда я был в Святой Земле, я общался там с разными священниками, многие из них знали русский язык, был также хороший переводчик из числа греков. И я поинтересовался, что думают румыны православные о своей церкви, о своей стране. И они сказали, что это последний великий удел Божьей Матери, что назначение Румыний – спасти весь мир. Тоже сказали болгары, назвав какую-то икону, они сказали, вот с этого места начнется спасение мира. Тоже сказали и сербы, тоже мы постоянно слышим в России. Мясничковое православие – это почти жидовствующее православие. В чем проблема иудеев? Они замкнулись на одной своей этнической группе, они замкнулись только на Эрес-Исраэль, земле Израиля, не понимая, что теперь истина Божия открыта многим и многим народам, племенам и языкам. Религиозный эгоизм – он такой же эгоизм, как и всякий другой. И надо мыслить о себе лучше, скромнее. Это будет более правильно, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Здесь Блаженный Августин отсылает нас к книге Даниила, где говорится о том, что церковь, она заполнит собою, церковь, как царство Бога, не только какую-то одну землю, но всю землю, всю планету. И мы читаем, это книга пророка Даниила, вторая глава, 32 по 35 стих. У этого истукана голова была из чистого золота, истукан символизирует царство и политические системы мира, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные, ты видел его, то есть этого политического монстра, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Это не рукосечный камень, это Христос. Ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах, как летний, как прах на летних гумнах. И ветер унес их и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Христос в Кесарии Филипповой говорит, 16 глава Евангелия от Матфея, «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». Христос глава церкви, в смысле голова этого тела, как сказано, «А вы тело Христово». И это тело Христово распространяется по всему миру и наполняет всю землю. И это многие христиане из разных народов, племен и языков. А не из какого-то там одного народа. Далее Иоанн Богослов показывает, в чем состоит истинное познание Бога и любовь к Нему. Об этом с 3 по 6 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась». Оказывается, мы не просто должны иметь любовь Божию в себе, которая изливается в нас Духом Святым, как Павел пишет, что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, мы должны ее реализовать, то есть она должна совершиться, эта любовь в нашей жизни, в действиях и поступках. Далее Иоанн Богослов пишет, «И сего узнаем, что мы в нем, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И апостол Петр пишет, что Христос оставил нам пример, дабы мы шли по стопам, по стезям его. Беда Достопочтенный пишет, «Значит, тот поистине познал Бога, кто соблюдением его заповедей доказывает, что в нем есть любовь Божия, ведь знать Бога и есть любить его, из сего узнаем, что мы в нем, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, то есть по любви молиться даже за врагов». Конец цитаты. Я много раз говорю вам о том, что единственный тест на христианство – это не отношение к своим, как Христос говорит. Если вы приветствуете братьев ваших, а что вы особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И совершенно очевидно, что пьяницы любят пьяниц, наркоманы любят наркоманов, сектанты любят сектантов, блудники любят блудников и так далее, и так далее. Христианство начинается с того, когда мы проявляем любовь ко всему Божию творению. Как о Боге сказано, Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. И в ковчеге Ноевом были как чистые, так и нечистые существа, на что обращает внимание блаженный Августин, научая нас со смирением относиться к тому факту, что и в Церкви Божией, да и в нас самих есть и чистые, и нечистые. Далее Иоанн Богослов возобновляет заповедь о братолюбии, то есть возвращается к этой теме седьмого по одиннадцатый стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Вот здесь немножко непонятно, что значит которую вы имели от начала. На самом деле этот текст надо понять так. Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от первой книги Библии, Бытие. Почему? А потому что по-еврейски первая книга Библии, которая у нас называется Бытие, у них называется Берешит, то есть в начале. И когда Иоанн Богослов пишет «но заповедь древнюю, которую вы имели от начала, то есть от начала Божественного Откровения, далее, заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, то есть Берешит с первых строк Библии, но при том и новую заповедь пишу вам, то есть уже не только Ветхозаветную, но и Новозаветную, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит и истинный свет уже светит». Как и в Евангелии от Иоанна сказано, закон произошел через Моисея благодать и истина через Иисуса Христа. Далее 9 стих и ниже. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Свойство тьмы, тьма греховная лишает нас света. Когда мы восстаем на братьев наших, на сестер наших, и думаем при этом, что этим мы делаем что-то богоугодное, это совершенно недопустимо. Самый страшный грех, это грех братоубийства, это Каинов грех, нет ничего хуже этого греха. А Библия учит тем более, что от одной крови произошел весь род человеческий, и отцы церкви, такие как Златоуст и Блаженный Августин, они подчеркивали в своих трудах, что даже еретики есть братья наши, да, заблудшие, но братья, ибо все мы вышли из одной крещальной купели. Все и ереси, и заблуждения, и расколы, и истинное православие, все имеет начало в день Святой Пятидесятницы, но одни уклонились от истины, другие сохраняют и оберегают ее. Но узнать, каким мы принадлежим, мы можем только из того, что сохраняем любовь и дух братолюбия даже к врагам и противникам нашим. Без этого нет никакого христианства. Далее Иоанн Богослов обращается к христианам разного возраста, разного духовного возраста, ведь ниже он уже сказал, детки, понятно, что обращаясь не к младенцам, а к новоначальным христианам. Об этом с 12 по 14 стих. И мы читаем 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его». И Блаженный Августин объясняет, «Вы малые дети, потому что оставлением грехов вы получаете новое рождение». Я помню, когда я был маленьким мальчиком, был такой случай, я рос при храме Рождества Божьей Матери, это храм в городе Орехово-Зуево, и вот после службы моя бабушка, которая была уборщицей в храме, она сказала, «Пойдем, у нас там собрались девочки, посидим с ними, чай попьем». И я так смутился, девочки, и побежал вперед, я забегаю, там, где обычно пьют чай, там одни такие серьезные, серьезные бабушки сидят. И я стал смотреть под столом, под лавками, «А где же девочки?» Пришла бабушка, а я спрашиваю, «А где же девочки?» Она говорит, «Да вот они сидят». И одна из этих пожилых женщин, такая полная, она говорит, «А что, я девочка, мне только лет шесть, я раньше в храм не ходила, а вот лет шесть назад начала ходить, кто я?» «Я есть девочка», другая говорит, «Ну, а мне где-то двенадцать лет, я тоже не ходила, теперь хожу». Поэтому, когда Иоанн Богослов пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его, речь идет о новоначальных христианах, которые в крещении очищаются и становятся чистыми, как дети». Далее, тринадцатый стих, «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, пишу вам, юноше, потому что вы победили лукавого, отца». «Пишу вам отроки, потому что вы познали отца». Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Для юношей, чему возрасту вместе с увлечениями свойственны и воодушевления в борьбе с ними, и сила, и свежесть побуждением к преодолению соблазнов мира, должны служить те успехи, которые они уже достигли в победе над лукавым, и то знание всесильного слова Божьего, которым они уже овладели, усердно изучая священное писание». Для отцов, то есть духовно зрелых христиан, «Познание безначального, глубокое понимание христианских истин и любви к Богу освобождает их от привязанности к тленным и скоро приходящим благам мира всего». Действительно, в наших общинах есть и отцы, это зрелые христиане, среди которых есть и священники, только поэтому мы их тоже называем отцами, но есть и младенцы, которые только родились, очистившись в купеле крещения или через покаяние вернувшись в церковь, есть и юноши, есть и отроки, и все мы составляем единый народ Божий, восполняя друг в друге пробелы и недостатки. Как и апостолы говорили о древних пророках, не без нас, а не достигли совершенства. Далее 14 стих «Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого». Далее с 15 по 17 стих предостерегает против любви к миру. Апостол и евангелист Иоанн Богослов предостерегает от любви к миру. Привязанности к миру бывают очень серьезными в жизни некоторых незрелых христиан, патологически серьезными. И читаем 15 стих ниже «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». То есть мы, христиане, должны дистанцироваться от мира, не любить мир в его теперешнем состоянии, не участвовать в коллективных грехах наших современников, чтобы не понести ответственность за их безумие, когда нарушаются принципы братолюбия. не мир должен руководить церковью Бога, а церковь Бога должна наставлять мир, не мир должен увлекать нас водовороты своих политических авантюр, а мы должны призывать мир к спасению в Боге и с Богом. Поэтому вот эти слова, они очень актуальны. Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей, потому что в результате грехопадения мир рухнул в состоянии греха, ибо все, что в мире, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего. И мир проходит, и похоть его, то есть все это прекратится, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. То есть подлинная ценность жизни христианина в исполнении воли Божьей, Божьего закона, Синайского деколога и светлых евангельских заповедей блаженства. мир проходит. И мы читаем 2 Петра 3 глава 10 по 13 стих. Здесь говорится о том, что мир проходит, все это скоротечно, мы не должны связывать себя ни с какими формациями, гримасами греха этого мира, не участвовать в их коллективных грехах и преступлениях, дистанцироваться от них. Читаем. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествие Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Наше Отечество, истинное Отечество на небесах. Не будем привязываться к земным плотским ценностям этой скоро проходящей жизни. Будем сеять не в тление, а вечное не тление, и собирать богатство не на земле, где воры подкапывают и крадут, и моль и ржа разъедает, а на небе, где воры не подкапывают и не крадут, и моль и ржа не разъедает, ибо где сокровище наше, там и сердце наше. Будем богатеть в Боге. Беда достопочтенная пишет, мир придет, когда в судный день преобразится огнем в нечто новое, и будут новые неба и новая земля, придет и похоть его, поскольку в царстве будущего века не будет больше ни похоти, никакого другого греха, помышления же, исполняющего волю Божию, со смертью мира не погибнут. Напротив, поскольку он тосковал по-небесному и неизменному, потому что не приходит и пребывает в вечности, он получит те небесные дары, которых ждал, живя еще на земле. Далее идет отрывок с 18 по 19 стих, здесь апостол-евангелист Иоанн Богослов предостерегает нас против обольстителей, которые прямо называются антихристами, и мы читаем, дети как духовный отец, он обращается к ним со словами дети, дети последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, то есть придет последний антихрист, и теперь появилось, то есть уже теперь появилось много антихристов, много, это его предтечи, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, через то открылось, что не все наши. Как я уже сказал, из церкви вышли и раскольники, и еретики, и те, которые исповедовали новое язычество, неоязычество, это печальная ситуация, когда дух апостасии проявлялся еще в те древние времена. Когда Иоанн Богослов говорит, последнее время кто-то может скептически возразить, да уже 2000 лет последнее время, не надо спешить, мы уже как-то с вами касались этого вопроса. Мы ждем пришествия Христа не 2000 лет, а каждый из нас ждет 50 лет, 60 лет, кто-то 25 лет, а потом смерть, то есть наш личный апокалипсис и встреча со Христом. Да, исторический апокалипсис он придет и будет исторический конец света и будет последний антихрист, как сейчас есть много антихристов, но нас должен больше занимать личный апокалипсис. И мы должны быть готовы дать отпор антихристам нашего времени. И когда наши предки говорили, что Наполеон антихрист, Мамай со своей ордою антихрист, Гитлер антихрист, Ленин антихрист, они не ошибались. Потому что Иоанн Богослов так и пишет, что много антихристов и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. То есть последний этап существования человеческого рода, завершение существования второго мира. Первый мир – это мир, который погиб в водах потопа. Второй мир, в котором мы живем, уже под занавес, сберегается для огня, о чем мы с вами тоже прочитали. Итак, далее Иоанн Богослов объясняет безопасность положения истинных христиан. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. О чем это? Что это за помазание, которое мы имеем от святого? Речь идет о помазании от святого духа, то, что мы переживаем в таинстве святого мира помазания. И действительно, в некотором смысле, мы знаем все, как здесь пишет Иоанн Богослов, имея в виду, что христианин чувствует значительно больше, чем он понимает. Иногда мы можем видеть какого-то человека первый раз, но мы уже чувствуем, что это не тот человек, с которым надо общаться, как неким холодком веет от него. А бывает, мы впервые видим человека, и такое тепло от взгляда на него разливается в нашем сердце. Мы чувствуем, что такой человек заслуживает нашего внимания. Таким образом, само помазание Духа Святаго научает и наставляет нас на всякую правду. Дух Святой научает нас даже словам молитвы, о чем надо просить Бога прежде всего. И в послании к римлянам, 8 глава, 26-27 стих, мы читаем, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытующие же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Поэтому не надо фантазировать во время молитвы, предоставьте место Духу Святому, молитесь Духом Святым. Что значит молиться Духом Святым? Псалтирь – это Бога вдохновенная книга, и когда ты молишься по Псалтире, отец, брат, сестра, это есть молитва, рожденное действием Духа Святаго. Иисус Христос даже на Голгофском кресте молился псалмами «Божий мой, Божий мой, почему ты оставляешь меня, научая и нас в тяжелых обстоятельствах жизни, прибегать к этому кладезю молитвенных тем?» Молиться Духом Святым – это молиться словами святых, которые были избранники Духа Святаго, арфами Духа Святаго. Поэтому мы имеем молитва слов, мы имеем молитвы, которые написаны, изречены святыми, и во главе их молитва Господня, Отче наш, которую Христос дал своим ученикам. Далее 21-22 стих «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, то есть уже переживаете ее, имея общение со Христом, а Христос – это абсолютная истина. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Что это значит, Иисус есть Христос? Мы и так знаем, что Иисус есть Христос. Этот плотник из Назарета Иисус есть Христос. Христос. Это означает, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий, Бога-человек, Второе лицо Святой Троицы. Эта истина открывается только Духом Святым. Как и сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Далее Иоанн дает характеристику тем, которые отвергают, что Иисус Христос. Он пишет, это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то есть от первой книги Библии, то и да пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце, сохраняя цельность библейского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная, то есть то, что предлагается нам во Христе и со Христом. Это не какие-то блага в этой жизни, это прежде всего жизнь вечная, которая, кстати, начинается не за гробом, она начинается в этой временной жизни и не кончается даже за порогом смерти. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная, это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и непреложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. возникает вопрос, но если через помазание Духу Святаго мы все уже знаем, через те чувствования Христовые, которые даны нам, то зачем тогда вообще нужен библейский портал Экзегет? Зачем тогда нужны книги Отцов Церкви? Да, мы чувствуем, но мы не можем выразить словами, облечь доступную форму. И мы, проповедующие Евангелие в храмах, православные священники, часто сталкиваемся с тем, что после проповеди к нам подходят благодарные прихожане и говорят, Батюшка, как хорошо вы сказали, я так понимал всегда, но только не мог подобрать слова, выразить словами, это реальность. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 26 стих, Христос говорит, «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И далее идет раздел, где апостол Иоанн советует пребывать во Христе, 28-29 стих. «Итак, дети, как духовный отец, он все время называет их детьми, итак, дети, пребывайте в нем, то есть во Христе, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». То есть для нас всех, отцы, братья и сестры, очень важно до пришествия Христа пребывать в нем. А как мы можем пребывать в нем, если его пришествие еще не наступило. Христос сказал перед своим вознесением «Сея с вами во все дни до скончания века». И эти слова надо понимать прежде всего евхаристически в святых дарах он не покидает эту землю. И причащаясь его истинного тела и истинной крови мы пребываем в нем как он пребывает в нас. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, а он сказал о причастии «Сие творите в мое воспоминание, пока я не приду». Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его, если вы знаете, что он праведник. «Знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Здесь Иоанн Богослов опять поднимает тему благоухания Христовой праведности. Да, мы знаем, что он Господь, он свят, он праведник, но Иоанн Богослов вновь и вновь напоминает нам это. Он этим самым как бы подчеркивает Христос за тебя, вместо тебя исполнил весь закон. Никто не может исполнить весь закон, потому что есть не только нравственный закон, но есть обрядовый закон, есть уголовный закон, какие наказания за нарушение заповеди, Христос исполнил все. Он явил пример истинной человеческой нравственной и моральной жизни. Он исполнил уголовный закон о наказаниях, понеся на себе наши грехи и преступления. Он исполнил обрядовый закон, ибо Он есть тот, кто приносит жертву, тот, кто является этой жертвой, и тот, кто принимает ее. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий делающий правду рожден от Него. Итак, сегодня мы окончили исследование еще одной главы первого соборного послания апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим исследование этого удивительного соборного послания. Отцы, братья, сестры, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Благодаря.